Несколько сотен организаций Забайкальского края начнут год с чистого листа. Ранее их счета были заблокированы из-за долгов, а работа почти парализована. Причем большая часть этих учреждений это школы и детские сады. Кто помог совершить новогоднее чудо, расскажет Любовь Чистякова. Это питание учащихся, это подвоз воды, это у нас школа, именно это отопление, дрова. Средства на все это еще вчера директору школы села Севяково, что недалеко от Читы, приходилось буквально добывать. Со счетов собственного образовательного учреждения. Это тот случай, когда деньги есть, но воспользоваться ими невозможно. Счета школы были арестованы с 2014 года из-за долгов по коммунальным платежам. Страдали от этого не только сотрудники, в первую очередь дети. Приходилось даже отменять рейсы школьного автобуса. Тогда учащиеся из соседнего села Еремино становились прогульщиками по него. В сентябре месяце мы не знаем проблем с подвозом учащихся, потому что нам выдали талоны до конца 2018 года на подвоз учащихся. И сейчас мы получили талоны еще на месяц, уже до февраля месяца под нас подвоз обеспечен. Это надо сказать спасибо очень большое и нашему местному населению, которые идут навстречу. Дрова в долг дают, воду ввозят в долг. Без дезин мы тоже деньги занимаем. То есть мы находили выход из положения. Точно так же искали его еще 460 бюджетных организаций края, две трети из них школы и детские сады. А еще учреждения культуры и сотни администраций поселений практически во всех районах Забайкалья. Блокировка счетов фактически парализовала их деятельность. Рекордсмен по количеству таких организаций – Читинский район. Счета больше 80% его муниципальных учреждений оказались вне зоны доступа. Накопили почти 50 миллионов рублей долгов и все это время выкручивались, как могли. Из 62 организаций 2-3 разблокированы. Через их счета мы прогоняли деньги. Но это было очень неудобно. То есть постоянно были проблемы эти деньги разогнать. На данный момент еще раз говорю, что первый раз Читинский район выдохнул, что все организации разблокированы в полном объеме. Все это благодаря дотации из федерального центра. Москва перечислила Забайкалью 1 миллиард 400 миллионов рублей для решения первоочередных проблем. И вот Новый год все 460 организаций края, чьи счета были заблокированы, начинают без долгов. У нас не было нормативного режима отопления. То есть были низкие температуры, отключение котельных. Благодаря руководству страны нам выделены дополнительные денежные средства, которые позволили разблокировать счета и которые позволили нам восстановить нормальные режимы теплоснабжения и оказание коммунальных услуг и бюджетному сектору, и населению, жилью. Теперь время, когда зарплаты приходилось добиваться через суд, а на дрова, уголь, бензин и воду для нужд бюджетного учреждения скидываться всем селом останутся в прошлом. А это, говорят в школе села Севяково, самый лучший подарок на Новый год. Любовь Чистякова, Фатна Серли, Вести, Чита.